Всем привет, добро пожаловать в новый влог, давайте встречать весну вместе, покажу и расскажу где была, чем занималась, что нового. Сейчас я готовлюсь к своему новому дню, я наношу свой стандартный базовый уход, без каких-то активных агрессивных сывороток, все что направлено на восстановление кожи, на укрепление защитного барьера и все что дает мне увлажнение. Очень нравится этот крем, я думаю, что я куплю его повторно на весну и возможно даже на лето. Куплю на весну, у нас уже вроде как весна, он быстро впитывается, приятно ощущается под макияж на вечер и сейчас я вынуждена использовать чуть больше солнцезащитного крема, потому что я сделала две процедуры, о которых расскажу дальше и SPF, как видите, я для себя не жалею. Но, кстати, здесь сочетание химических и физических фильтров и даже когда наносишь много, все это хорошо распределяется, достаточно быстро впитывается и на лице нет ничего такого слишком тяжелого. Это я использую не каждый день, патчи под глаза, но последние недели выдались без сна, поэтому делаю, что могу, как говорится. Патчи это для меня не повседневная история, а так, когда есть на них время и желание. А теперь давайте приготовим завтрак. Последнее время дети влюблены в вот эти блины, которые я буду делать с пудингом. Он у нас продается в сухом виде и нам нужно две упаковки. Наливаем два стакана молока, четыре яйца, все точные пропорции я укажу вам в инфобоксе. У меня, кстати, эти блинчики получились не сразу, но я постараюсь осветить все тонкости. Они очень вкусные, нежные и с вишневым джемом это нечто. Мои мальчики сейчас отказываются есть обычные блины. Вы можете взять не вот эту стандартную муку, а рисовую и тесто у нас должно получиться жидким. Я вот тут взяла венчик, но лучше использовать миксер для того, чтобы все перемешалось и имело такую гладкую консистенцию без комочков. Всегда смазываю сковородки для блинов вот такой штукой. Это кокосовое масло со вкусом и запахом обычного сливочного, но ничего с ними не подгорает. И это не так вредно, как обычное сливочное масло, его нельзя жарить. Наливаем наше тесто на сковородку, лучше взять черпак. Что я сделаю чуть позже, оказалось, что это неудобно. И лайфхак, о котором я вам рассказывала, одновременно использовать две сковородки для жарки блинчиков ускоряет этот процесс. Ставим небольшой огонь. Если вы захотите сделать чуть толще, чем у меня, особенно с рисовой мукой, рекомендую сделать так. Небольшой огонь и еще накрываем крышкой. Они лучше прожариваются и вам будет проще их перевернуть. Я всегда также пользуюсь вот этой лопаткой из Икеи. Это блинная лопатка, но помимо лопатки я еще и всегда орудую руками. Обязательно обожгусь, это моя стандартная программа. Из такого количества ингредиентов у меня получается 9-10 тонких блинов. Но если делать толще, то, наверное, где-то штук 6. Если вам они покажутся суховатыми, можете каждое отдельно смазать немножечко тем же маслом или сливочным, как хотите. Они получаются нежными, но с хрустящей корочкой. Дети также едят с нутеллой. Ну, в общем, это такой новый рецепт, который я открыла для себя пару месяцев тому назад. И сейчас часто их пеку. Всем привет, добро пожаловать в новый влог. Порой мне кажется, что я выбираю самые неподходящие моменты для того, чтобы появляться в кадре. Ну, а что поделать? Такая жизнь. И когда ты что-то планируешь, а у тебя есть семья и дети, то твое планирование не всегда состыковывается с реальной жизнью. Я хотела сделать этот влог таким из категории бьюти, мою подготовку к весне, все дела. И в итоге дети подхватили грипп. И я уже две недели пытаюсь помочь как-то детям. Грипп особо не лечится, но валит такая температура, что ни я, ни дети мы нормально не спим уже вторую неделю. Сначала я только вычугала Захара, и в тот же день разболелся Игнат. Будьте осторожны, потому что сейчас в Польше ходит какой-то жесткий грипп, уже особо никто не разбирается, это ковид или грипп, и скарлатина. С карлатиной мы уже болели. Я перенесла ее очень сложно после 30. Я не болела большинством каких-то детских заболеваний. Ветрянка в прошлом году, знаете, как только дети что-то цепляют, я, о боже, только не это, чтобы самой не заразиться. Но пока что я держусь молодцом. Я хотела, чтобы мое бьюти-видео было мотивационным. Возможно, даже так и получится, потому что, несмотря на все происходящее, я сделала то, что я запланировала хотя бы лично для себя. Нам пришлось перенести нашу поездку в Закопаны. Я уже выбрала классный отель. Мы должны были ехать с моей мамой и с детьми, вчетвером только. И дети заболели. Поедем в марте уже. Надеюсь, что будет снег. Если нет, то тоже не важно, тоже хорошо, прекрасно. Главное, чтобы они поправились. И я таки вырвалась к парикмахеру. Я потихоньку состригаю все это сожженное безобразие. Ладно, не все. Но больше всего пострадала челка. И я силой себя останавливаю перед тем, чтобы не рубануть ее так, как когда-то у меня было. Но это не самое лучшее решение, потому что если у тебя не густые волосы, и они сами по себе тонкие, то твоя челка живет вообще отдельной жизнью от тебя. И мне кажется, она не особо мне идет. Так что потихоньку все это срезаю. В этот раз я сделала не лонгбоп, а самое обычное каре. И, наверное, уже к весне я смогу вернуться к своей обычной стрижке. Что-то еще. Почему я сейчас не накрашена, у меня только брови. Потому что я, во-первых, пошла и удалила еще две маленькие сосудистые сеточки на лице. У меня снова появилась вот здесь одна. Рядом с той, которая была. У нас в Польше какие-то новые законы. Я не знаю, насколько я могу рассказывать обо всех процедурах. Мне нужно это выяснить с юристом. Потому что сейчас это такая тонкая грань. В общем, я ходила к косметологу, и это удаляется очень быстро и эффективно. Те, которые мы удаляли полгода тому назад, у меня не проявились повторно. Но, слушайте, то ли из-за того, что я настолько уставшая и не выспавшаяся, я не рыдала, но у меня просто градом катились слезы. Мне было так больно. Я даже во время родов так не плакала. В первый раз вообще как-то так легко и безболезненно все прошло. Хотя тоже такие области довольно чувствительные были на лице. А тут я не могла выдержать. Я говорю, я перетерплю до конца. Ну, сколько, скажите, сколько это будет продолжаться? Слава богу, пару минут. Так же я сделала второй раз в жизни дермапен. Поэтому мне сейчас нельзя краситься, никакой там весенний макияж мне не положен. Мне нужно подождать пару дней. И я вам показывала и рассказывала, как проходит эта процедура. Мне очень понравился результат. Но он самый классный. Спустя какое-то время, когда кожа заживает, восстанавливается и обновляется. Может быть легкое шелушение, потому что в этот раз я делала процедуру с витамином С, с миндальной кислотой, резвератролом. Это такой мощный тоже антивозрастной восстанавливающий компонент. Бакучиолом. Это типа как растительная альтернатива ретинолу. И сегодня, кстати, вот второй день на шее и на декольте еще есть легкие покраснения, а на лице не критично. Я менее красная, чем в прошлый раз. И кожа такая сияющая. Чуть ощущается сухость в области рта. Но так нормально. Потом будут легкие шелушения и кожа хорошо обновится. Так что, когда дети поправятся, я буду вообще сиять, высплюсь наконец-то и все будет только лучше. Еще обновила ногти. Я думала вообще снять гель-лак и походить какое-то время так. Мне хочется эффекта голых ногтей. Я не знаю, с чем это связано, поэтому выбрала такой максимально нейтральный гель-лак. Мне кажется, очень свежо. А потом, когда уже будет больше солнечных дней, сделаю что-то поярче. Не могу вообще представить себе, что я откажусь от гель-лака. Не знаю, настолько привыкла. Это удобно. У меня свои ногти тонкие, они могут ломаться, как-то закручиваться. А тут все держится идеально. И вообще у меня никогда никаких проблем с ногтями нет. И это вот то, что я хотела сделать, и все равно я там полусонная приползла, положила руки, сделали все, села волосы, обрезали, знаете, лазерем меня подделали у косметолога, дермапеном отшлифовали. Знаете, мамские будни. И сейчас у Игната снова высокая температура, он заснул, проснется, и будем дальше лечиться. Будем, наверное, с ним делать апельсиновый фреш. Если он не сможет, то я сделаю сама. Просто он очень это любит, и как раз покажу вам новую классную соковыжималку. И она, конечно, не самая навороченная и классная, но зато дети могут сами безопасно ее обслуживать и сами делают себе соки. Пойдем. Как же мне хочется обновить все в этой комнате. Мечтаю покрасить здесь стены. Если найдем мастера, это не так просто в Кракове, потому что все хотят делать что-то глобальное, и это для них мелочь. Хотелось бы оттенок чуть потеплее, типа какой-то светло-светло-бежевый. И вот этот киевский комод, он уже со временем начал, ну, может не разваливаться, но сильно проседают вот эти вот выдвижные ящики. Видите, ну, закрывается. Вот этот, например, нужно прям как-то потанцевать с ним, чтобы он полностью закрылся, потому что дно проседает, и потом не туда, не сюда. Ну, вот тут заметно, что все вываливается. Спустя пять лет нужно обновить, и постараюсь найти силы и вдохновения, чтобы заняться этими вопросами. С этой стороны мне тоже хочется каких-то перемен. Возможно, что-то более вместительное, чтобы как можно меньше всего стояло на туалетном столике. Ну, я не знаю, насколько это вообще реализуемо в моем положении, потому что у меня всегда много косметики, много всего пробую. Повыносила всю технику, нашла то, на что я хочу это все поменять. Осталось заказать на Allegro. Точно еще почитаю все характеристики и потом определюсь. На обустройство дома у нас было всего четыре месяца вместе с ремонтом и поиском мастеров, заказом мебели и всего-всего. Поэтому, когда что-то не было глобальным, мы это покупали уже на скорую руку перед самим переездом. И большую часть вещей, которые есть у меня здесь, в моей комнате, вот этот диван из Икеи, я его не переношу, потому что спать на нем — это издевательство над спиной. И я думаю, что мы его просто куда-то отдадим. Не знаю, может, кому-то он больше понравится. Сидеть на нем, в принципе, окей, но не спать. Он раскладывается и часто выручает нас тогда, когда у нас гости. Но реально с этим надо что-то делать. Вот, здесь у меня косметичка, которая приехала ко мне из Алика. Вообще, у меня есть несколько новых посылок. Нужно будет снять отдельное видео. Вот оно, мое новое приобретение. Кстати, совершенно случайно, какое-то время тому назад, муж очень хотел соковыжималку, но поверьте мне, что никто ею не пользовался бы. Он вообще не любит фрукты, уж тем более овощи. И я уже вижу, как он будет стоять это все, начищать, нарезать, и тем более потом еще и пить. А тут я была в Лидле. У них есть собственный бренд Silver, что-то там стоила она 100 с чем-то злотых. И думаю, я возьму, дети очень любят именно апельсиновый фреш. И у нас еще и продаются целые сетки с апельсинами специально для сока. Это, по-моему, мандарина. Короче, здесь есть кути апельсин, которые подходят для соковыжималки. И здесь ничего такого сверхъестественного нет. Они сами все нарезают, сами выдавливают сок, и потом еще и моют. Особенно это все дело любит Игнат. Игнат уже там нарезает все. Сейчас продемонстрируем вам, как она работает. Игнат иногда утром просыпается и сам все это делает. Вот так загружаем апельсины. И вперед. Покажи, Игнаш, как все выдавилось. Вот, мне нужно специально очищать все из кожуры. Очень удобно, мне кажется. Возможно, это не самая лучшая соковыжималка в мире. Но нас она на данный момент устраивает. И Игнат сам сделал себе сок. Дети не пьют других соков, кроме апельсинового. Нам ее достаточно. И знаете, в чем большое преимущество? Что я могу снять буквально все детали, помыть их отдельно. Это все занимает 2 минуты от силы протереть тряпочкой. И она чистая. А если бы это была, не знаю, как она там правильно называется. Вот это такая машина, которая сильно все отжимает. То уж поверьте мне, ее точно никто бы не пользовался. А вот это, вот это. Это я вам сейчас покажу. А вот это, друзья мои, самый вкусный в мире мед. Который мне привезла моя двоюродная сестра. Он как масло. Такой кремовый. И он не взбитый. Ничего там с ним не делали. Он сам по себе такой. Моя двоюродная сестра далеко не пчеловод. Им достались пчелки по наследству. Так сложились обстоятельства. Господи. Ну правда, как будто подмешано масло. Он не засахарился, ничего такого. Он супер гладкий. У меня был похожий, но это совершенно другая история. Он полностью натуральный. Поделюсь со своей Настей, она точно оценит. Потому что мне кажется, что этого для нас слишком много. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Несколько покупок и подарков с брендом Армани. Мне невероятно приятно, что меня пригласили. Бренд представлен в сети Дуглас. Именно там проходил мастер-класс. И вы также можете на него попасть, если вы являетесь поклонницей бренда, покупателем, или же вы хотели бы познакомиться с их продукцией. Достаточно обратиться к их консультанту в любом стационарном магазине Дуглас. Это не рекламная интеграция. Я просто делюсь с вами тем, что было на прошлой неделе. И теперь у меня несколько обновочек. Вот этот, правильно говорю? Нет. Вот этот тинт. Это мой вечный фаворит в номере 11. Он очень красивый. Он светлый, но он делает такой изящный макияж. И он ни на что не похож. И я приобретаю его уже несколько лет. И вот снова захотелось обновить. Мы работали с вот этим тинтом в номере 44. Элегантное розовое золото. И вот таким. Кстати, сейчас в упаковке он выглядит коричневым. И он сатиновый. А на глазах иногда даже отдает таким сливовым. Очень просто, быстро, стойко. И я обожаю тинты от бренда Armani. Я думаю, что это известный всем факт. Они у меня, правда, всегда. Даже сейчас тинт в номере 44 был у меня. Просто принесла, чтобы вам показать. Визажист показывал, как он вот этим тинтом оформлял одной женщине брови. И это выглядело так красиво. И там не было ничего фиолетового. Именно на бровях. А на глазах многогранный такой интересный цвет. Прикольно. Я никогда бы до этого не додумалась. И сейчас в рядах одной из первых у меня будет возможность попробовать вот такие сатиновые тинты для век. У них когда-то были матовые. Это другая формула. Очень красивые оттенки есть. У меня сейчас в номере 18М. Но мне приглянулся еще один. В магазинах даже нет тестеров. Вот так выбирали, знаете, наугад, кто какой хочет. И я взяла себе этот. Потому что на светлой коже он может служить в качестве базового оттенка или как подложка. Как база под тени. Также вот такой подарочек. Это какая-то новая для меня версия аромата Си. Он когда-то тоже у меня был. Классический Си. Здесь еще два пробника. Не знаю, как в этих, а вот в классических Си явно ощущаются еще и белые цветы. Также была в Дугласе. Рассматривала, что там нового из косметики. Мне нужен был консилер, так как практически все то, что у меня было, закончилось. И я взяла себе консилер от Диор. Я думала, что это тот, который у меня был. Но это какая-то обновленная версия сейчас. Консилер и корректора два в одном. У него очень много применений. Да что ж такое. Каждая пылинка видна. Причем в жизни не вижу, а камера это все показывает. Мой номер 1W или W1. И он сейчас более увлажняющий и чуть легче, как мне сказали. Будем тестировать. А сейчас будет рецепт тыквенно-творожной запеканки от мамы. Что нам понадобится? Сладкая тыква, несколько яиц. Я пока что не знаю, что в каких пропорциях. Поэтому напишем вам с мамой в инфобоксе. Рудзинки, изюм, ванильный сахар. Можно взять мак или семена чия. У меня только чия. Можно вообще без этого. Это кукурузный крахмал. Или же обычный крахмал можно? Картофельный, да. 400 грамм творога. Цедру одного апельсина у нас его нет, поэтому будет лимон. Тыкву разрезаем, очищаем. Кстати, вот такую хоккайдо не обязательно чистить. Можно есть с кожурой. И также будем запаривать изюм. По ходу дела все покажем в процессе. Нарезаем полкилограмма тыквы. Ну, там плюс-минус у нас чуть-чуть больше. Заливаем водой, но не полностью, видите, только на дне. И тушим до мягкости, я предполагаю. Здесь мама замочила изюм. И сейчас будем смешивать первую массу. Запеканка будет состоять из двух частей. И потом мама как-то это интересно смешивает. Получается... Оно не смешивается. Выкладывается, короче, интересно. Я сама впервые буду пробовать. В блендере или в миксере смешиваем творог. Мама тут руководит процессом. Сейчас будет меня исправлять, если я вам наговорю каких-то глупостей. Два яйца. Столовую ложку крахмала. Это Юки передает вам привет. И ложку семянчия. Или две, смотрите, сколько там мака, что вы выберете. Ванилька. А сахар тоже сюда? Да. Сахар по вкусу мы не будем класть. У нас все-таки будет сахарозаменитель. И 100 грамм сметаны. Взбиваем. Смотрите, какая прикольная консистенция получилась. Теперь изюм и перемешиваем. Только не измельчаем. Творожную массу перекладываем в отдельную емкость. Даем нашей тыкве остыть. И измельчаем в блендере. Теперь добавляем 2 столовые ложки кукурузного крахмала. 2 яйца. Цедру апельсина, но у нас будет лимонная. И сахар по вкусу. Взбиваем еще раз. Форму мы подготовили. Теперь самое интересное, как мама это будет выкладывать. Я без понятия. Одинаковое количество ложек одной массы. А, это ложкой надо? Да. А, да, может, нет. Лопатку эту не использовать. Короче, суть в том, что мама выкладывает одинаковое количество одного нашего месива. А потом столько же ложек другого. Мам, надо взять обычную. Ну, давай, я же тебе... Я думала, тебе надо это свернуть просто. Ну, типа, как-то, не знаю. Я вообще без понятия, как. На. Так пахнет? Все. Разогреваем духовку до 180 градусов и ставим на 40-50 минут. А, без термообдува? Да. Просто подогрев сверху и снизу. Смотрите, какая прикольная, необычная запеканка получилась. А если творожная масса и тыквенная одинаковые по консистенции, то тогда она вообще как полосатик выглядит. Еще и такая вкусная. Дома пахнет невероятно. Так что, я уже заварила себе кофе и приятного мне аппетита. У меня очень вкусная мама готовит. Ура, сегодня выходной. Томак остался с детьми, даже приготовил им обед. И я могу выйти встретиться со своей подружкой, с Настей. Мы договорились вместе попить кофе, поболтать. Потом еще пойдем, зайдем в Сенсай Хоум. И также в торговом центре Казимеш у нас открылся отдел Reserved Home, о чем я вообще не знала. Так что, посмотрим, что там интересного. Главное, повторять мантру, что мне ничего не надо. Но если вдруг что-то понравится, то я не стану себе отказывать. Беру вас с собой. Поехали. Сначала мы с Настей отправились в Сенсай, отдел с товарами для дома. У нас есть не в каждом магазине. И я вообще очень долго не знала, что у них такой есть. И оказалось, что там можно найти много очень красивых и стильных вещей. Но не все я могу советовать. Как минимум чашки, свечи, всевозможные подставки. Вот такие деревянные гораздо дешевле, чем в H&M. Вот всякие листики там, керамика у них хорошая, зеркальная подставка. Это все стоит брать. У них гораздо больше выбор онлайн. Я думаю, что можно в каждом магазине найти что-то достойное. По поводу столовых приборов у меня есть сомнения, как это все переживет. Реальное использование, не только фотографии. Вот такие клипсы. Также моя мама покупала пластиковые. Они хорошие. Эти мерные чашечки, очень поцарапанные в магазине. Я думаю, что в жизни будут также корзинки и металлические, и плетеные. Текстиль. Что касается текстиля, скатерти плотные, очень достойные. Так же, как наволочки. Они спокойно могли бы продаваться в Zari Home, в H&M Home. А вот постель мне показалась тонковатой. Если хотите взять плед, какую-то даже дорожку, то тоже хорошая. Но как-то так многое расставлено неаккуратно и непривлекательно. Хотелось бы, чтобы мерчандайзинг был лучше. В отделе из категории бьюти все очень красивое, приятная цветовая гамма. Но не все заслуживает вашего внимания. Спонжи слишком такие резиновые. А вот акриловые органайзеры, какие-то повязки, косметички, массажеры для лица. Все это даже я хотела бы попробовать. Просто у меня уже есть. Но если вы хотите, я могу это заказать на польском сайте. И мы с вами рассмотрим это, распечатаем и попробуем. Вот такие темные органайзеры. Не советую брать, потому что на них сразу же видна пыль. Я расстроилась, потому что Reserved Home не оказалась в стационарном магазине. Я что-то не так поняла, и он представлен только онлайн. Поэтому мы с Настей пошли в H&M. H&M Home самый большой, с самым классным ассортиментом, где все чисто, где все расставлено по местам, где столько всего интересного. У нас находится в галерее Казимеш. Это такой еврейский квартал, еврейская часть Кракова. И это небольшой торговый центр, но я была во всех H&M Home в Кракове. Там всегда меньше всего людей и много всего из того, что мне хотелось бы потрогать, посмотреть в реальной жизни. И помимо каких-то базовых артикулов, которые у них появляются из коллекции в коллекцию, я увидела столько всего, что напоминает какие-то дизайнерские элементы интерьера. Очень много интересной керамики, необычной формы, и из стекла, и какие-то вазы, какие-то подставки, подсвечники. И буйство красок радует. Раньше все было как-то так нейтрально, а сейчас каждый найдет что-то для себя. Что касается цен, конечно же, они немного повышаются, но не критично. И я еще помню те времена, это было 14 лет тому назад, когда мы впервые обустраивали нашу квартиру в Польше. Когда мне нужно было купить какую-то интересную вазу, я приобрела ее за 70 злотых, и на те времена это были огромные деньги, а вазочка была маленькая, просто подходила мне по цвету. Дальше мы с Настей отправились в магазин HOMLA. Это тоже польский бренд, насколько я знаю. По-моему, даже их офис находится в Кракове. И у них столько всего стильного и также недорогого. Мы с мамой обсуждали это совсем недавно, что выбор вот всего такого для дома в Кракове изумительный и цены доступны. И вот если раньше такое можно было встретить где-то в Zara Home, то сейчас во многих магазинах любого цвета, все, что захотите. И это не только для зала, это вообще хоть для ванной комнаты, туалета, какие-то щеточки, какие-то тазики. Это настолько стильно, дозаторы для мыла. Вот, кстати, многие спрашивают, откуда моя досточка, которая стоит в кухне. Ей сто лет, я покупала ее в магазине NoName, но в HOMLA найдете такого размера, как у меня, и даже чуть меньше. И что-то, что напоминает хендмейт, и такое оригинальное, и для сервировки стола. В общем, ты попадаешь в какой-то вообще рай для дома. И у нас в Кракове есть еще и аутлет. Там многое из того, что вы сейчас видите, можно купить чуточку дешевле. Но даже вот в магазине в обычном минус 20% на все. Появились уже какие-то элементы пасхального декора. Пасха в этом году у нас ранее, 9 апреля, если память мне не изменяет. И я как-то стараюсь не покупать всех вот этих кроликов. Да, они могут служить из года в год. Но мне нравится что-то более универсальное, что я могла бы применить потом вообще в любое время года. Вот так вот походить по магазинам, вдохновиться. И я вообще люблю смотреть. И где-то это откладывается, знаете, в твоем подсознании, что ли. И потом, когда ты собираешь дома какие-то композиции, ты все равно вспоминаешь цветовые схемы. Помните, у меня такие цвета тоже были в зале. Иногда до чего-то сам не додумываешься, а потом подсмотришь, и о, классная идея. И внедряешь это в свой интерьер. В конце влога быстро покажу вам покупки из Синсай, которые случились чуть раньше, когда мы там были с мамой. Пару недель тому назад, во-первых, джинсы, которые вы видите вот здесь на фотографии или на видео из Инстаграма. Показывала вам их там. Это модель Мам. У меня 36 размер. Они немножко маломерят, но очень комфортные, очень удачные. 34 на мой рост, 1,62 м. Были мне как-то слишком коротки. Расцветки, какие хотите, очень дешево, правда, буквально даром. Так что советую вам купить, если вы ищете такие джинсы. Взяла себе заколочки. Иногда волосы выпадают в какой-то там прическе, и удобно это все пристегнуть. Они как будто такие прорезиненные, и цвета классные. Это мама мне подарила. У меня никогда нет с собой пудры, зеркальца и расчески. Не знаю, я не привыкла все это носить. Я никогда не поправляю макияж в течение дня. Но иногда спрашиваю, размазалась ли помада или ничего нет в зубах. А так удобно глянуть. И еще расческа. Это то, что я постоянно одалживаю у мамы. Она говорит, теперь пусть у тебя будет. У меня сейчас руки в креме, поэтому все зацапывается. Прикольный цвет розового золота. И носочки. Хорошая цена за 5 пар. 26 злотых. И размер. Такое, как мне надо. Не слишком высокие и мягенькие. Посмотрим, как они будут служить. Но это расходный материал. И хорошо, что дешевле, чем в других магазинах. На этом мы с вами прощаемся. Всех целую и обнимаю. Не забывайте поставить пальчик вверх. И пока-пока. До встречи уже совсем скоро. Субтитры сделал DimaTorzok